Прежде всего мы начали в девятером этот перерыв, потому что два игрока уехали в сборную и у нас есть ряд травмированных игроков, и те, кто получали травмы в последних играх, играли травмированными. Тем не менее, потихоньку игроки восстанавливаются. Нас уже час 11, поэтому, несмотря на отсутствие ряда игроков, мы все равно выдерживаем тот тренировочный план, который наметили. Прежде всего работаем над защитой и стараемся поднять функциональную готовность команды. Лично для меня это не стало такой большой проблемой, учитывая то, что в прошлом сезоне я уже играл за Енисея, я более привыкший к такому режиму тренировочному, игровому режиму перелетов, нежели чем многие остальные игроки. Учитывая, что у нас много новых игроков, конечно, нам было достаточно тяжело, и я считаю двухнедельный перерыв на матче сборных поможет нам постановиться, поработать над игровыми моментами и подготовиться лучше к следующему фрагменту игр. Я ожидаю очень тяжелой игры, мы будем стараться играть на победу, у нас сейчас серия поражений, нам нужно это исправлять, нам нужно подниматься выше в таблице, и мы приложим все усилия, чтобы одолеть Дианит, хотя мы, конечно, понимаем, что это очень сильная команда, мы не знаем, что впереди очень тяжелая игра, но мы будем готовиться. Я думаю, что да, нам было очень тяжело после перелетов, мы почти весь месяц были в путешествиях, думаю, что нам должен пойти этот перерыв на пользу. Мы, наконец-то, я думаю, акклиматизируемся, нам станет полегче. Ну, конечно, неприятно проигрывать, никто не любит проигрывать, это тяжело нам. Понятно, что настроение из-за этого не самое лучшее, но нам нужна, по сути, одна игра, одну игру выиграть, и думаю, что все наладится в этом плане, в плане настроения и всего. И хотелось бы ждать борьбы, я думаю, что мы можем навязать эту борьбу, свою игру. Шанс всегда есть, против любого соперника есть шанс. Состояние можно будет говорить через два дня в следующем микроцикле, потому что тренироваться в Дианитером всегда сложнее, объем увеличивается, интенсивность увеличивается. Соответственно, мы пытаемся добиться того, чтобы команда сейчас получила максимальную нагрузку. На отдых время после тяжелого выезда мы дали. И сейчас, думаю, что полностью оценить состояние можно будет уже на последнем микроцикле. Прежде всего, нам нужно изменить свою собственную игру, мы пытаемся сделать все возможное для того, чтобы улучшить ее качество. Все эти игры мы сыграли без первых номеров практически, без основного первого номера, я бы так сказал. Сейчас потихоньку Зубиан восстанавливается. Надеюсь, что это поможет команде контролировать ход игры. Зенит-команда непростая, и я думаю, что если у игроков будет мотивация на высоком уровне, то можно и бороться с Зенитом. Хотя это всегда тяжело в Санкт-Петербурге. Без сомнений, нам хочется выйти. Зенит-команда непростая, и я думаю, что если у игроков будет мотивация на высоком уровне, то можно и бороться с Зенитом.